Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители» и ее ведущая Мария Бодрова. Сегодня предлагаю поговорить об аренде квартир. Почем сейчас жизнь в самарских хрущевках? Какие предложения на рынке жилья редкость? И сколько стоит арендовать коттедж на Новый год? Разберемся по буквам. Это дорогое слово «аренда». Оно бьет по карману, но при этом может создать видимость хорошей жизни в приятной обстановке. Если вы вступили на путь поиска жилья, начали штудировать интернет, то не удивляйтесь ценам, стоимость аренды сейчас резко подскочила. И действительно, очень мало шансов найти дешевую квартиру. Если в прошлом году мы могли предложить комнату за 5-8 тысяч, то есть более-менее. Сейчас, к сожалению, мы даже за 6 тысяч уже практически ничего не можем предложить. Либо это будут достаточно отдаленные районы в Самаре. Что касаемо квартир. Значит, в среднем берем хрущевку, наверное, да, улучшенку, то есть где-то начиная от 12-13 тысяч и выше. Это действительно стартовые цены. Причем, по иронии судьбы, предложения между районами Талурга и, к примеру, улицы Гагарина не сильно разнятся в стоимости. Если вам предлагают снять за 13 тысяч в месяц, берите и не думайте, потому что дальше будет только дороже. Стоимость зависит от комплектации квартиры, наличия техники, хорошего ремонта. Чуть дешевле можно найти жилье только в том случае, если вы докупите необходимые вещи в счет аренды, к примеру, или обновите ремонт. Более дешевые, скажем так, районы у нас это Кировский район, ну и в другую сторону, наверное, Куйбышевский. Недалеко от однушек ушли двушки. К примеру, возьмем Советский район. Новые дома напротив одного из известных торговых центров. Однушки в 50 квадратов здесь начинаются от 20 плюс коммуналка и плюс свет. Двушки от 23 и 25. Разница небольшая, зато выигрываете в квадратных метрах. Коммуналка может быть включена в стоимость. Всегда идет плюсом свет, интернет и иногда счетчики. В центре города однушка будет стоить минимум 25 тысяч рублей. И от этих цен никуда не денешься. Столько может стоить квартиры и в новом доме, и в старом фонде. Так что надо ориентироваться по ситуации. Самым доступным по цене, но не особо удобным для работающих в городе, остается район на выезде из Самары в сторону Тольятти. Многие вкладывали туда, ну скажем так, не для жилья, а как инвестиции. Цены там разумные. Квартиру там можно снять, начиная с 10 тысяч рублей. Элитное жилье, несмотря на цену, пользуется бешеной популярностью. Если вы видите на сайтах предложения, начинающиеся от 50 тысяч рублей в месяц, не удивляйтесь, и такие цены тоже есть. За просторную квартиру бизнес-класса в районе полевого спуска или ближе к старой части города могут попросить по 100-150 тысяч рублей. И ведь такие квартиросъемщики находятся. Очень ценится у нас вид на Волгу. Это всегда как бы любили, очень любят москвичи, и все, кто приезжает к нам в Самару, собственно. Мы с радостью, конечно, сдаем им такие квартиры. Если вы нашли хороший вариант, то обязательно заключайте договор в письменной форме с указанием сроков найма. Это ваш документ при возможных конфликтах с владельцем. Кстати, если в договоре найма срок не отражен, он будет действовать в течение пяти лет. После заключения договора собственник уже не сможет просто так выгнать нанимателя и расторгнуть договор. В случае каких-то разногласий между сторонами договор расторгается только в судебном порядке. Выселить владелец может вас только через суд в случаях, установленным законом, или если вы нарушаете договор аренды. А точнее, не уносили оплату за жилье, в квартире проживали посторонние люди, а не только те, что указаны в договоре, если квартира была испорчена вами или стала непригодной для проживания. Но все это происходит нечасто. После передачи денег надо вежливо сказать хозяину, что сумму за жилье вы отдали, и теперь он должен тревожить вас как можно реже. Он имеет право приходить и осматривать квартиру, но обязан предупредить минимум за сутки. После договоренности попросите его познакомить вас с соседями. Во-первых, вы узнаете, что человек точно является владельцем квартиры. Во-вторых, соседи будут знать, кто у них за стенкой, и таким образом вы избежите подозрительных взглядов. Все эти тонкости вам сможет объяснить риэлтор в случае, если вы ищете жилье через агентство. Чтобы максимально как-то избежать этих проблем и проверить чистоту документов, ну, конечно, лучше обращаться к специалистам. Также через агентство можно найти не только съемную квартиру, но и дом на новогодние праздники. Это предложение сейчас пользуется большой популярностью, и даже в черте города можно найти подходящий вариант. Оказывается, самый дешевый вариант – снять квартиру сейчас, потому что цены, возможно, будут подниматься и дальше. А в договоре фиксированная сумма указывается на год. Так что пользуйтесь советами Азбуки Потребителя. До встречи! Азбуки Потребителя